С 1 января вступает в действие 350 закон, именно тот, который регламентирует повышение пенсионного возраста. Напомним, женщины теперь будут уходить на пенсию в 60 лет, мужчины в 65. Переходный период будет длиться 9 лет, вплоть до 2028 года. При этом до 2021 года прибавлять будут по полгода. Таким образом, те, кто должен был пойти на пенсию уже в январе 2019 года, смогут это сделать только в июле и так далее. И если льготных категорий граждан нововведения не коснутся, то врачей и учителей очень даже. Педагогическим медицинским работникам, когда мы будем в 2019 году назначать пенсию по выслуге лет, так называемому, то она у них будет отложена, время получения в 2019 году на полгода с момента права, в 2020 году на полгода и дальше, также на год по той схеме, какой установлен для всех пенсионеров. Управляющий региональным отделением пенсионного фонда уверяет, эта реформа дает возможность уже в январе будущего года повысить пенсионные выплаты. Правда, индексация коснется только страховых пенсий. Именно индексация будет не с 1 февраля, как обычно мы это делали, а и с 1 января. И эта практика уже будет ежегодной. И 7% это почти в два раза выше, чем ожидаемая инфляция по итогам 2018 года. Таким образом, если пенсия составляет 10 тысяч рублей, то прибавка составит 700 рублей. Сейчас в регионе 386 тысяч пенсионеров, при этом 43 тысячи получают так называемую государственную пенсию. Это инвалиды и дети, оставшиеся без кормильца. На эту категорию граждан индексация 7% распространяться не будет. У нас индексация государственных пенсий происходит уже не в рамках индексации страховой, а в рамках индексации ежемесячной денежной выплаты и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Эту индексацию мы счастливаем с 1 апреля любого года. Ну и соответственно уровень индексации этих пенсий намного ниже, чем уровень индексации страховых пенсий по старости. Также индексация не коснется работающих пенсионеров, но им с 1 августа 2019 года будет сделана корректировка выплат в зависимости от их страховых взносов. Индексация будет восстановлена, как только человек перестанет работать. Расчет пенсионных выплат довольно сложен. Главное, на что обращают внимание при формировании пенсии, это стаж и сумма страховых взносов. Если пенсия получается меньше прожиточного минимума пенсионера, на сегодняшний день он составляет 8,5 тысяч рублей, то устанавливается федеральная социальная доплата. Здесь важно, что при индексации в расчет берется только сумма пенсии без доплаты социальных выплат. Мария Руда, Игорь Глотов, телекомпания «Город».